Ну что, друзья, попробуем сейчас предположить, что будет в будущем и построить какие-то планы на будущее, как это не смешно звучит в текущих условиях. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В предыдущем видео я рассказал о том, что, ну, скорее всего, нам, как бы, будет дефицит некоторых товаров. И давайте посмотрим просто, что нас ждет и какие выходы можно будет искать, с какими проблемами мы столкнемся и как их решать. И, может быть, что-то еще можно сделать, успеть подготовиться. Ну и наоборот, значит, не метаться и не делать глупости, потому что, ну, наверное, сказать, ну, просто сейчас очень много людей совершают какие-то необдуманные поступки и, более того, волнуются просто беспредельно, буквально с ума сходят. Ну, не надо, мне кажется, это делать, надо пытаться трезво оценить ситуацию. Итак, значит, дефицит, что будет в дефиците и что делать для того, чтобы, ну, как-то облегчить нашу жизнь. Итак, смотрите, вот сейчас вы видите примерный такой список по состоянию на 3 марта. В нем уже 110 компаний. Ну, наверное, здесь вот перечислены не все. Опубликован список иностранных компаний, которые ушли из России к 2 марта. Вот, так, вышел обновленный. Ну, короче говоря, ладно, какая разница, обновленный, не обновленный. В общем, сказать, масштаб санкций достаточно хорошо. Понятен будет даже из этого списка, если он не полный. Так, что у нас тут? Смотрим. Нефтегаз. BP разорвало связи с российскими партнерами полностью. Shell разорвало связи с партнерами. Equinor разорвало связи с партнерами. Equinor это, насколько я понимаю, норвежская фирма. Государственная норвежская фирма, очень крупная. Вот. Total Energies перестала инвестировать в российские проекты. Total, вот, французская компания, перестала инвестировать в российские проекты. То есть полностью не ушла, но перестала инвестировать. ExxonMobil выйдет из проекта Сахалин-1. Вот. Ну, то есть по нефти. BP, активы BP достанутся, очевидно, Сечину. Вот, насколько я понял, Shell достанется Газпрому. Total никому не достанется, она просто перестала инвестировать. А Equinor просто разорвала связи, перестанет поставлять свои продукты. ExxonMobil выйдет из проекта Сахалин-1. Ну, в общем, вот так вот выйдет из проекта Сахалин-1. Финансы. Visa запретила выпуск карт банками под санкции, MasterCard запретила выпуск карт банкам под санкциями. Только банкам под санкциями. Их всего, этих банков, 8 банков, насколько я помню. Там, ну, открытие, PSB, WTB, Совкомбанк, Новикомбанк, Россия, там, что-то еще. Вот. Автомобили. Итак, значит, смотрите. Нефть и газ. Ну, нефть и газ нас непосредственно не касается. Хотя касается тоже. Visa, MasterCard. Итак, мы не сможем пользоваться картами Visa и MasterCard, скорее всего, за рубежом. Особенно, если у вас карты от тех банков, которые под санкциями. Ну, что я могу сказать? Что пока Тинькофф работает, ну, по крайней мере, в Чехии. Вот так вот. И я смотрел тут еще, ну, в чатах участвую, там, в Польше тоже он работает. Вот. Автомобили. Rolls-Royce, Harley-Davidson, Audi, Porsche, Jaguar Land Rover, General Motors, Volkswagen, Skoda, Daimler Truck, BMW, Volvo, Ford, Scania. Ну, в общем, так сказать, французские тоже, насколько я знаю, так сказать, уходят там всякие. Вот. Прекратила поставки двигателей запчастей для Аэрофлота Rolls-Royce. Вот это вот очень важно, потому что, ну, это не только Rolls-Royce, не только автомобили, не только автомобили, наверное, это двигатели, двигатели для самолетов и двигатели для самолетов, на которых летают наши самолеты. Harley-Davidson приостановила продажи, приостановила поставки, поставки, поставки. В общем, сказать, эти компании приостанавливают не только поставки автомобилей, но и поставки запчастей, и поставки комплектующих для тех заводов, которые у нас функционируют, и заводы, вот по последним данным, тоже закрываются. То есть, в Питере завод по производству, так сказать, Toyota, под Питером завод по производству, там, Mercedes, по-моему, или там BMW, по-моему, закрывается. У нас в Калуге закрываются, насколько я понял, Volkswagen, производство там, ну, из-за недостатка комплектующих. Вот, перевозки и доставка FedEx, UPS, DHL, Cypress, Post, странно. Вот, техника. Apple, Dell, Intel, AMD. Вот это вот очень существенно. Значит, Apple приостановила продажи iPhone, ограничила работу Apple Pay. Ну, насколько я читал сейчас, продажи Apple возобновляются, но, в общем, поставки новых телефонов не будут идти. С сегодняшнего дня магазины открылись, вроде бы, но они открылись на новых уровнях. Вот, как бы так. AMD приостановила поставки, Intel приостановила поставки, Dell приостановила поставки. Что это значит? Это значит, что соответствующие компьютеры и процессоры нам не пойдут. Вот так. Интернет. Twitch и OnlyFans. Не там, не там я. Не работаю. Онлайн-магазины. iHerb. Хороший магазин. Приостановила доставку. Yux Netoporter Group. Приостановила доставку. Nike. Matches. Приостановили поставку. Ну, в общем, вот так. Кафе-ресторан Ninja Sushi. Sport Adidas and Health. Ну, спорт, короче говоря, полностью для России закрыт. Чего уж там говорить. Полностью. Включая там какие-то санный спорт. Вообще все. Развлечения. Ну, это не развлечения, а культура. Walt Disney, Warner Brothers, Sony Pictures, Universal Pictures, Netflix, La Scala, Coen Garden, Мюнхенский филармонический оркестр, Metropolitan Opera. То есть, короче говоря, по культуре мы тоже полностью изолированы. Профессиональные услуги. McKinsey пообещала не работать с госорганами. Это, в общем-то, весьма печальный факт, если честно. Boston Consulting Group обещала не работать с госорганами. Она с ними только и работала. Baker McKenzie прекратит отношения с несколькими клиентами, я так понимаю, ключевыми. Link Letters прекратит отношения с несколькими клиентами. Ну, в общем, как бы вот так. Так, сейчас посмотрим, что там еще постоим на 3 марта. Ну, в общем, списочек увеличился на 3 марта. Сильно, не видим, да? Что это значит? И давайте, значит, подумаем, к чему нам готовиться. Ну, смотрите. Против России вводятся санкции и будут очень сильно ограничивать закупку экспортных российских товаров. Каких конкретно? Ну, очень сильно будут ограничивать, стараться ограничивать нефть и газ, хотя полностью закрыть их не смогут. Вот. И Россия, давайте на секундочку вспомним. Крупнейший поставщик в мире по зерну, ну, наверное, тоже не смогут. Сейчас пока еще цены на зерно очень высокие и вроде не так плохо. Плохо следующее, что, смотрите, Россия будет поставлять вот эти самые товары за рубеж. За них будут нам платить, потому что, ну, не могут не заплатить. Проблема в следующем заключается в том, что доллары нам будут поступать, скажем так. Так, а что с ними делать? Понимаете? Что делать с этими долларами? Вот тут и возникает дефицит. Дефицит само понятие такое, что деньги у вас есть, а купить на них вы ничего не можете. Вот что такое дефицит. И давайте трезво оценить, что же, вот, в связи с приведенным списком мы сможем, ну, как бы могли бы сделать, и чего мы лишаемся, и чего, скорее всего, нам не стоит опасаться. Вот. Я предполагаю следующее. Смотрите. Ну, значит, ну, надо было сделать, конечно же, купить что-то, и пока не поздно. И, ну, то, что я сделал, вот мне очень, как бы, прямо вот, наверное, очень хорошо, что я это сделал. Я уже говорил, что мы лечили зубы, там вставляли импланты, это очень дорого, там в районе 400 тысяч рублей это стоило. Мы это сделали, там, швейцарское оборудование, и, скорее всего, вот здесь вот это уже станет, ну, в общем-то, здорово, недоступно. И вообще, все медицинские вот какие-то вот услуги, которые требуют каких-то комплектующих или каких-то там лекарств, скорее всего, они станут, ну, весьма и весьма проблематичными. В России аналогов не производится. Насколько я понимаю. Вот. Что касается автомобилей. Если у вас есть машина, то, в общем-то, сказать, чем быстрее вы сделаете там по максимуму ремонт всякий, то, в общем-то, тем лучше. Потому что, скорее всего, в будущем с поставками запчастей будут проблемы. Мы вот поменяли машину только что и сделали, ну, вот все, что можно было, так сказать, как бы сделали с машинами. Вот так. Тут еще я так подумал. Жена говорит, вот хочу там, значит, в Икеа что-то купить, там какой-то шкаф. И купила буквально вот совсем недавно. Мы его там собрали только что. Икеа уходит из России, там, ну, как минимум на три месяца. Тоже вовремя сделали. Вот. Чего не стоит опасаться, скорее всего. Смотрите. Ну, давайте во всем плохом искать что-то хорошее. Что хорошее, что, скорее всего, голод нам не грозит. И это очень здорово. Друзья мои, это очень здорово. Вы даже не представляете, насколько плохо, когда вот совсем нечего есть. То есть, в свое время, когда вот Гайдаровские реформы были, да, там цены выросли в три раза, а я был студентом в то время. И, значит, ну, мои доходы там ограничивались где-то в районе 100 рублей. Вот. Ну, кто помнит, это не так уж и мало было. Там 130, на самом деле, 150 было, так сказать. Вот. Уже и не так много, но не так мало. Но, в общем, в 1983 году у нас родилась дочь. Мы были студентами второго курса. У нас родилась дочь, и это было летом. И летом я не работал, потому что я работал там на вычленном центре, в институте работы нет, естественно. А стипендию летом нам не платили. И вот вот тут было плохо, на самом деле. И как раз там в 1984, насколько я понимаю, там ввели Гайдаровские вот эти реформы. Вы знаете, когда родилась дочь, с деньгами было совсем туго, мы купили коляску, мне родители обещали помочь, но не помогли. Соответственно, вот тут конкретно я ходил по общаге и собирал все бутылки от кефира, и на это мы существовали. Это был источник нашего существования. Это было тяжело, на самом деле. И я там на 50 копеек на неделю, когда рассчитывал. Но вот это вот страшно, друзья мои. Так вот, что я могу сказать? Этого не будет. Этого не будет. Если там зерно нас будет ограничивать, то зерно у нас вот так вот будет точно совершенно. Но это во-первых. А во-вторых, если оно производится, то куда же оно денется? Понимаете? То есть зерно мы будем обеспечены, мукой мы будем обеспечены, и всякий, так сказать, хлеб у нас будет, по крайней мере. Понимаете, да? Причем хлеба будет достаточно много. Вот. С этим будет все в порядке. Теперь дальше. Значит, в России сейчас уже построено огромное количество птицефабрик, и всякими куриными окорочками мы уж точно обеспечены. То есть вот, вот, катастрофы не будет с продуктами. Поверьте. Кроме того, значит, когда вы пойдете в магазин, вы увидите, что большинство всякой молочки, значит, у нас, ну, по крайней мере, у нас, вот я недалеко от Москвы живу, значит, либо нашего производства, то есть там Можайское молоко какое-нибудь, потом у нас Калужское молоко, очень хорошее, значит, там в Медене, и очень много молочки из Белоруссии. Ну, с Белоруссией, Белоруссия против нас не вводит санкции, как вы понимаете, поэтому с молочкой будет тоже все хорошо, и с белорусскими товарами тоже. Что касается всяких там йогуртов и продукций фирмы Данон, я тут недавно обнаружил, что простоквашеное, да, тоже Данон оказывается, а оно производится вроде как и у нас тут в Медене, ну, вроде говорят, что Данон там прикрывает, но как бы мощности-то остаются, это значит, что кому-то они перейдут. Ну, короче говоря, с продуктами, скорее всего, будет все хорошо, и здесь беспокоиться не надо. Не надо закупать мешками муку, не надо закупать мешками гречку какую-нибудь. Я помню, вот эти вот годы 90-е, когда люди покупали там мешками, эти мешки муки лежали там, сказать, под солом, значит, где-то еще, потом в них заводились жучки, червячки, и, в общем сказать, это было просто, ну, напрасные деньги, напрасные траты, и эту муку люди так и не использовали до конца, потому что потом пошло улучшение. Не надо покупать продукты, ну, так, чтобы впрок, вот совсем. А вот лекарства вполне себе стоит купить, потому что из-за ограничений по SWIFT, в общем сказать, там никто не охнет, лекарства, скорее всего, будут ограничены. Ну, кроме тех, естественно, которые производятся в России, в России производится не так много лекарств, и далеко не все производятся в России. Есть поставщики очень большие лекарства из Индии, но если будет SWIFT отключен, то, в общем-то, я не понимаю, как они сюда поступят. Собственно, вот так вот. То есть с лекарствами может быть проблема, с запчастями для автомобилей может быть проблема, с всякой электроникой, техникой может быть проблема, потому что тут многие говорят, что Китай нас обеспечит, мы, так сказать, Китай нам поможет, и так далее, не надейтесь на Китай, потому что, если Китай будет выбирать, скинем его торговать, и если Америка поставит условие, что, типа, будете торговать с Россией, то будете поставлять продукцию, в которой используются американские патенты, если вы будете продавать эту продукцию в России, то мы на вас ограничиваем, так сказать, как бы санкции и так далее, то Китай предпочтет не продавать эту продукцию. Теперь дальше. Что касается автомобилей, если вы посмотрите внимательно, то среди этих автомобильных марок нет китайских автомобильных марок и нет корейских автомобильных марок, потому что они не участвуют в этих эмбарго, то есть, ну, пересядем на китайские автомобили. Даже говорят, что, ну, скажем, Volkswagen, он производится в Китае, но там ребрендинг идет, вот, скажем, там Jetta и еще что-то там, но это чисто Volkswagen, ну, не самые новые модели, насколько я понимаю, но, тем не менее, значит, те же самые Volkswagen, а только китайского производства. Вот так вот. Ну, я думаю, что они, скорее всего, будут. Не знаю, как они будут, как мы договоримся о платежах с Китаем. Южная Корея очень сильно недовольна вот этими всякими санкциями и, как вы понимаете, всякие Kia, Hyundai, они, ну, как бы постараются поставлять свои машины сюда. Всеми силами и просто захватят этот рынок. Вот таким образом. Поэтому, ну, я думаю, что здесь все наладится. Ну, а что касается всяких поставок, ну, действительно, когда SWIFT отключается, то нарушается, вообще нарушается вся логистика, нарушаются все поставки, всех материалов, то есть, что нас может ждать, это может нас ждать остановка многих-многих крупных предприятий. Ну, например, АвтоВАЗ уже встает, потому что там используется в различных системах, так сказать, там какая-то автоматика от Bosch. Bosch не поставляет, пожалуйста. И вот оно, АвтоВАЗ останавливается, например. Концерн Рено-Ниссан не собирается уходить отсюда, значит, то есть Рено-Лаганы, они где-то там производятся у нас, и вроде бы они не собираются останавливать это производство, но опять же, каких-то комплектующих будет не хватать, и заводы встанут. Что касается, ну, пример просто простой, это по полиграфии. Например, вот мы сейчас занимаемся полиграфией, значит, там, ну, во-первых, цены растут бешено совершенно, в предыдущем видео я говорил, и возникает вопрос о том, что, ну, а сможем ли мы вообще в принципе купить эту бумагу? Так вот, уже не факт, потому что я говорю, слушайте, ну, может быть, китайскую бумагу купить, потому что тут совсем недавно китайские бумаги завались, вот, оказывается, нет, китайской бумаги нет, ее никто сюда сейчас не поставляет, может быть, будет налажена логистика, но пока говорят, что до конца марта бумагу не ждите, а тот поставщик, в котором мы берем бумагу сейчас, это Макси Глосс бумага, там, то ли шведская, то ли финская, вот, ну, в общем, говорят, что пока есть на складе, но ничего гарантировать не могут, потому что, скорее всего, ее не будет. в России производится бумага, есть там завод, который производит бумагу марки Омела, но, скорее всего, мощности этого завода просто не хватит, на всю полиграфию, скорее всего, на нее цены вырастут, ну, полиграфия, это то, что мне близко просто, и то же самое касается всего-всего-всего, ну, вот, меня написали в комментарии, что стоматология просто, вот, полностью остановится, то есть, как бы, ну, и многие другие медицинские штуки, все медицинское оборудование тоже импортное у нас, это все остановится, остановится, самое печальное, то, что остановятся самолеты, потому что у нас, ну, практически весь парк самолетов, он у нас иностранный, своих мы перестали производить практически, сухой суперджет, там, еле-еле производится, но, к чему это приведет, к тому, что на внутренних авиалиниях, скорее всего, будет, ну, хреновенько, так прямо скажем, ну, будем ездить поездами, судя по всему, на поездах, да и зачем ездить, собственно говоря, когда, когда не на что и некуда, то есть, отдыхать, например, да, будете ли вы отдыхать, на какие шиши вопросы, значит, на даче, на даче вы сможете съездить на велосипеде, так что, в общем, ну, голода не будет и все будет хорошо, ну, а я надеюсь, что все проблемы будут решены, но для того, чтобы эти проблемы будут решены, люди должны все-таки, судя по всему, осознать, куда мы попали и сделать соответствующие выводы, просто я смотрю, сейчас очень многие, ну, поддерживают вот все эти конфликты, все это с Украиной, поддерживают Путина и поддерживают Путина, самый главный аргумент тех, кто поддерживает Путина, говорят, ну, мы же не хотим, чтобы было как в 90-е, но для того, чтобы настроения сменились, судя по всему, надо сделать так, чтобы было хуже, чем было в 90-е, но я думаю, что хуже не будет, но будет резко хуже и в 90-х, до 90-х было совсем плохо, стало чуть хуже, сейчас нам было очень хорошо и станет очень-очень хреново, то есть разница, колоссальное будет падение и я думаю, что здесь настроения резко поменяются, а после его к настроению резко поменяются, в общем сказать, начнется все улучшаться. Как? Ну, вслух-то это нельзя говорить, поэтому не буду. Вот, собственно говоря, поэтому надо не терять как бы, ну, по крайней мере рассудок, потому что я смотрю, многие теряют рассудок и с ума сходят, но если вы что-то не можете изменить, то не надо об этом беспокоиться, просто надо принять это, понять и думать, что же надо будет сделать. Вот, ну, а с деньгами переводы запрещены, ну, так наличными можно до 10 тысяч долларов вывозить, и может быть, это может быть идеей для бизнеса, гонять с пачкой денег туда обратно. Посмотрим. Есть проблемы, найдутся решения, я из этого исхожу. Напишите, что вы думаете по этому поводу, лайк, подписка и до встречи. А с вами был Деметков Юрий.